Сегодня стало известно о том, что скончался 27-летний водитель Ниссана, который протаранил столб у поста ГИБДД. Напомним, ДТП произошло на прошлой неделе ночью углоконтрольно-пропускного пункта Малиновка. В управлении ГИБДД Республики рассказали, что водитель не выбрал безопасную скорость, в результате чего и потерял контроль над автомобилем. После столкновения со столбом иномарку отбросило на другую машину, Chevrolet Spark. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в 12-ю больницу, где он и скончался. Мужчина узнал, что 16-летняя падчерица рассказала матери об отношениях, сложившихся между ними. В семье разгорелся скандал, который закончился трагедией. На этих кадрах последние минуты жизни 16-летней девушки. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как раненая бежит по улице и теряет сознание от полученных травм. Позже выяснилось, девушку убил собственный отчим. Все случилось в самом центре города, на улице Петербургской, когда отчим и его падчерица остались наедине. Что именно произошло между мужчиной и девушкой, уже навсегда останется неизвестным. Однако в какой-то момент отчим ударил ножом свою приемную дочь и буквально оставил поебать на улице. После этого он убежал во дворы, на улице ходит Акташа. И вонзил нож в грудь уже самому себе. Выяснилось, что 16-летняя девушка проживала в семье со своей матерью, отчимом и младшим братом. Следователи установили, за несколько часов до своей гибели она позвонила матери и сообщила, что отчим вступил с ней в половую связь. На этой почве в семье разгорелся скандал. Сейчас запутанным делом занимается Следственный комитет республики. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Торстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В следующее время проводятся следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дел продолжается. Сексолог Любовь Мумладзе уверена, женщина, которая имеет ребенка от первого брака, к выбору нового партнера должна подходить очень ответственно. В первую очередь ей следует поговорить с ребенком и объяснить ему правила общения и поведения с отчимом. Мать должна обязательно с детьми разговаривать на тему поведения при чужом дяде. Она должна четко расставлять все приоритеты, должна объяснять, что это не родной отец, что это мужчина, это муж ее. Но для детей он родным не является. В гибели 16-летней девушки и ее отношениях с отчимом сейчас предстоит разобраться следователям. Вполне возможно, что будет назначена соответствующая экспертиза. Сегодня днем на пересечении улиц Гудованцева и Беломорской перевернулся автомобиль. Дорогу не поделили «Ладой» и «Фольксваген». По словам очевидцев, один из участников аварии пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. Сразу все подбежали, начали помогать, вытаскивали мужчину из машины. Сразу после случившегося очевидца произошедшего оказали пострадавшему водителю «Ладой» первую медицинскую помощь. Прибывшие сотрудники скорой госпитализировали мужчину в больницу с множественными травмами. Все произошло на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева. По словам очевидцев и водителя «Фольксвагена», пожилой мужчина на «Ладе» завершал проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Ехал его со стороны Беломорской на зеленый свет, ехал, машина выскочила. То есть, вы полагаете, он на красный двигался? Ну, конечно, на красный, чем полагать. Мне уже деваться некуда было, перед глазами меня уже машина. ДТП потом. Удар был такой силы, что тяжелый кроссовер буквально вмял «Ладу» в металлическое ограждение, после чего отечественная перевернулась на бок. Водитель «Лады» лишь чудом оказался не зажат в салоне автомобиля. Еще слава богу, что он был один, потому что удар был такой силы, что если бы были еще там пассажиры, я не знаю, там уж что произошло бы. Оба автомобиля смогли покинуть место аварии только с помощью эвакуатора. Между тем, истинного виновника ДТП еще предстоит определить сотрудникам ГАИ. Вполне возможно, что в этом им помогут камеры внешнего видеонаблюдения и показания очевидцев. Казанские студенты подозреваются в сбытии наркотиков. На улице Читаева во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские содержали двух подозрительных молодых людей. При проведении личного досмотра было обнаружено четыре разных вида наркотика. Мефедрон, МДМА, гашиш и амфетамин. Общий вес наркотических средств составил порядка 150 граммов. Вскоре полицейские выяснили, что молодые люди приготовили зелье на продажу. В ходе изучения данных мобильных телефонов подозреваемых полицейские обнаружили фотографии с адресами закладок наркотических веществ, которые, по признанию самих молодых людей, они приготовили для дальнейшего сбыта. На следственных мероприятиях с участием задержанных по улице Читаева были обнаружены два тайника с наркотическим веществом мефедрон. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие по данному факту продолжается. Сегодня ночью на перекрёстке проспекта Победа и улицы Фучика произошла авария. Со слов одного из участников, в какой-то момент его стал подрезать больше груз. Чтобы избежать столкновения, водитель решил перестроиться в левый ряд. А в этот момент по той полосе ехал автомобиль на большой скорости. Как утверждает водитель БМВ, затормозить перед внезапно появившейся Шкодой ему не удалось. От удара его занесло в придорожный сугроб. В результате нескольких метров он проехал на Баку. Не дождавшись на месте полицейских, водители самостоятельно оформили ДТП и отвезли документы в ГИБДД. Сегодня утром на улице Татарстан столкнулись Volkswagen и автобус 30 маршрута. Водитель иномарки, не нарушая правил дорожного движения, поворачивала на улицу Московскую. Водитель пассажирского автобуса своей вины не признал, заявив, что девушка резко перестроилась. Стоит отметить, что Volkswagen на шипованной резине, а автобус нет. Возможно, это стало причиной того, что он не сумел вовремя остановиться. Обошлось без пострадавших. Еще один материал с такими же героями. Автобус, девушка, управлявшая легковушкой и гололед. ДТП сегодня утром на улице Аграрной. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля. Со слов автоледи, она остановилась на красный свет. Не успев начать движение, почувствовала удар сзади. Девушка переживала, что заденет впереди стоящий автомобиль, но он вовремя успел тронуться. Я очень часто за рулем по работе. Я очень много замечаю, что в основном с автобусами идет вот эти ДТП. Потому что, ну, они торопятся куда-то все, что-то пытаются успеть. Пассажиры автобуса не пострадали. После произошедшего водитель пересадил людей в другой автобус. Мне расстояние все равно держало. Но мне расстояние больше было. Сковская, Юзин пошло. О силе удара можно судить по повреждениям, которые получили оба автомобиля. В любом случае, свою вину водительный фаза не отрицает. Но основной причиной аварии считает гололед.